К 300-летию Свято-Троицка Александра Невской Лавры праздничный архиерейский хор Святой Обители выступил с концертной программой в Московской Академии акварели и изящных искусств Сергея Андреяки. После концерта с руководителями и участниками хора встретилась наш корреспондент Эльвира Гордеева. Это не просто очередной концерт, с которым хор Александра Невской Лавры, начиная с февраля этого года, путешествует по городам России и Украины, а высокая просветительская миссия музыкального коллектива, приуроченная к 300-летию Святой Обители. Вначале в Москве, затем несколько выступлений в Петербурге, накануне хор побывал в Переславль-Залесском, на родине Александра Невского и снова столица. В обширном репертуаре коллектива не только церковные песнопения. Владыка очень приветствует разнообразие нашего репертуара. И вот он говорит, надо продолжать в этом же духе, и оперу пойти, и романсы пойти. Все это замечательно. Народные песни. Мы еще поем и украинские песни. Все не показать в одном концерте. За плечами Валерия Рязанова большой творческий путь. Новосибирская консерватория, преподавание на кафедре дирижирования, работа в музыкальных театрах Петербурга, в хоре Шереметьевского дворца и, наконец, приглашение в Александра Невскую лавру для подготовки юбилейных мероприятий. Всего за два года Валерий Рязанов сумел поднять исполнительское мастерство певчих праздничного архиерейского хора на самую высокую ступень. И все сердце девище зовется с восторгом чувстве на меня. Второй регент Антон Марощук возглавляет братский хор обители, созданный им ровно год назад. Поездки по городам и весям с концертными программами музыкант считает особым миссионерским подвигом. Да, я всегда считал, что церковное пение – это миссионерство. Так как человек придет в храм, если он даже не имеет вообще никакого понятия о Боге, о церкви, если хорошо поет хор, на фоне эстетических каких-то переживаний человек придет еще раз. Если ему понравилось, он придет еще раз, второй, третий и дальше уже, дальше больше. Музыка способна, не только духовно, вообще музыка способна привести человека к Богу. Удивительно трогательно и притягательно звучали в исполнении мужского монастырского хора народной и казачьей песни – романсы русских композиторов. Господь создал такой красивый мир, который мы, к сожалению, вот в мирской суете чаще всего не замечаем. И вот такие песни, они помогают нам остановиться, увидеть и почувствовать эту красоту. Праздничное турне хора в юбилейный год Лавры на этом не заканчивается. 7 и 8 мая выступления коллектива пройдут в Архангельске, летом в Одессе и на Крымском побережье. Праздничное турне хора в юбилейный год Лавры на этом не заканчивается. Субтитры создавал DimaTorzok